хайповая тема с випеном как вам обеспечить себе на ближайшее время доступ к youtube но первый лучший способ жить в стране где youtube разрешен очень блокирует доступ к ютюбу и я так понимаю не только к ютюбу но и к серверам вообще другим сервисом google для того чтобы у вас этот доступ сохранился вам нужно каким-то образом обойти блокировки блокировка в данном случае это оборудование роскомнадзора у вашего оператора связи которая занимается dpi то есть глубокой инспекции пакетов чтобы войти эту блокировку нужно делать две вещи первое жаловаться вашему оператору связи на то что ваши вам не оказываются услуги должного качества то есть например то что вы не можете получить доступ к тем или иным сайтам сети интернет жаловаться вы можете но боюсь что вам отвечать будут в том духе что это у них там сервер упал это у них там сайт не работает а у нас все работает вот то есть вам скорее всего будут отвечать отписки но почему важно жаловаться это делать вы можете на том же сайте роскомнадзора ссылку я вам подложу потому что каждая жалоба эта статистика которую собирают операторы связи и роскомнадзор жалуются кстати можете и операторы связи роскомнадзор этим этим и вот по этой статистике потом правительство буду докладывать смотрите какая фигня творится на завалили жалобами нам не хотят платить деньги потому что мы люди не могут получить доступ к ютюб это первое то есть документальная вещь узнать водах камень точат и есть шанс что когда-нибудь ну хотя бы вызывали в жалобами ваших операторов связи и роскомнадзор но не ухудшите ситуацию то есть она будет плохой но не ужасной вторую вещь которую вы можете сделать это собственно техническими средствами обходить блокировки которую вводит роскомнадзор он же не только блокирует ютюб замедляет он же закрывает какие-то доступ к сайтам кому же дискорду ну и так далее что вам нужно делать вам нужно будет использовать дополнительное программное обеспечение на вашем телефоне или ноутбуке стационарном компьютере вы можете самый распространенный сценарий это использовать так называемый vpn вартуальной части сети это сети которые изначально создавались для обеспечения надежных безопасных соединений допустим банковскими приложениями но что означает безопасные соединения до означает соединение которое сложно перехватить сложно обнаружить сложно перехватить самый простой способ который я знаю это поставить на ваш телефон или ноутбук поставить браузер то есть программ для просмотра интернета со встроенным vpn например есть такой браузер сена epic но еще есть это браузер вот его можно поставить то это кстати говоря тот браузер который используется для доступа к даркнету так что может быть вам будет интересно поставить его и вдруг вы в даркнет захотите залезть ну чтобы я сделал я бы поставил несколько браузеров поставил бы себе одну собственно так у меня есть хотя и могу и так и заходить в интернет и на youtube у меня стоит для есть еще браузер права ну в общем я дам список у меня стоит epic у меня стоит то раньше стояла опера или опера у нее можно в настройках подключать кстати не только нужно поставить нам нужно включить vpn встроенный то есть вы поставил браузер найдите пожалуйста где включается этот vpn браузер бесплатно устанавливается vpn в них встроен тоже бесплатно если не работает один допустим vpn сервер вне россии ну допустим в эпике иногда бывает такое что не работают какие-то сервера в германии ну вот я выбираю вместо германии франции вместо франции нидерланды например таким образом бесплатно никто вам не гарантирует что всегда буду за один тот же vpn работать так это самый простой способ поставьте себя то epic сено браво еще что-нибудь оперу браузер со встроенным vpn второй логичный ход это поставить себе vpn значит в чем разница vpn позволит всем вашим приложением выходить в интернет через vpn а браузер позволяет только тому что в нем просматривается ну то есть если у вас есть приложение youtube а то вам нужен vpn на ваш телефон или ноутбук потому что приложение а она отдельная это не браузер если уже вы хотите просматривать вам достаточно этого youtube через браузер то все достаточно только этого достаточно того чтобы вы смотрели установили браузер все то есть vpn это более общее решение более универсальное позволяющее любому приложению на вашем телефоне выйти в интернет в обход блокировок по поводу vpn очень все непросто потому что в обычном случае они тоже значит бывают платные бывают бесплатные бесплатные как правило с очень урезанным функционалом или без гарантии того что они будут работать или с запретом на просмотр youtube 1 использование каких-нибудь стриминговых сервисов ну то есть кастрированный функционал бесплатного vpn как правило а за денежку функционал более полный но опять же как как платить то есть некоторые vpn они просто не примут ваш платеж с вашей карты россии нужно будет придумать варианты платить допустим через крипту или еще как-то по-другому на я кстати кто не знает не видела этого среди своих подписчиков разыгрываю ежемесячно несколько подписок качестве приза vpn но обязательное условие для участия в этом розыгрыше это то что вы не просто подписались но оставляйте комментарии то есть по по сути в конкурсе участвуют именно комментарии я случайным образом буду выбирать несколько комментариев длинных осмысленных то есть просто дам привет пока не его не подходит но если вы мне написали не осмысленный комментарий у несколько предложений то он будет участвовать в розыгрыше и нескольким подписчикам я буду выдавать бесплатный vpn вернее он будет платным платить за него буду я вот а для вас он будет бесплатно для вас это будет приз за вашу активность в моих каналах в канале школе школы юридической самозащиты в канале журналист в испании для вас это будет мотивации подписываться и комментировать меня так что еще да еще у меня есть призовая программа ежеквартальная для самых активных подписчиков и комментаторов трём самым активным я буду дарить подписку на стриминговый сервис также в принципе если вы много комментируете есть вероятность чтобы вы выиграть аж два приза и vpn и соответственно подписку на что-то типа нетфликса но я посмотрю какие варианты есть может быть это будет допустим нетфликс амазон и 3 приза ежеквартальных так вот vpn это общее решение которое позволяет весь интернет трафик с вашего компьютера пускать через виртуальную частную сеть с одной стороны это хорошо поскольку решение получается универсальное то есть какое бы вы приложение не использовали для доступа все идет через vpn с другой стороны это плохо потому что через этот vpn пойдет не только трафик ютьюба но и пойдет трафик не знаю просто просмотра страниц каких-то в общем в общем все пойдет и если допустим у вас куплен тарифный план vpn с ограничением по количеству переданных и принятых гигабайт то вы очень быстро этот лимит выберете даже там где может быть вам и не нужно было бы использовать vpn вот что касается того какой vpn но прежде всего конечно платный по определению более надежен чем бесплатный но плату соответственно возникает понятно очевидная проблема платный vpn будет знать кто пользователь то есть во первых вы надо попробовать оплатить в отличие от бесплатного на российские карточки понятно не будут приниматься сторонними сторонними не российскими компаниями во вторых но если допустим вы хотите прямо очень зашифроваться то при оплате они будут знать что вот это подключение это его новая иван иванович если вы просто от роскомнадзора хотите уйти то в том проблем никаких нет то есть то что вы пользуетесь в пеном будут знать западные компании которые роскомнадзору не расскажут так ну если брать бесплатные vpn и я допустим последнее время экспериментировал с таким есть приложением outline и для него нужны ключи для подключения к vpn серверам там можно самому кстати vpn сервер развернуть очень долгая история для большинства не айтишников айтишники сами разберутся без моего совета можете поставить outline я даю в описании этого видео практически под каждым последним видим все сайт где можно скопировать ключ и вставить приложение outline таким образом подключиться бесплатно к интернету с другими в пенами надо вам мне в комментариях пока подсказать какие из них в россии работают какие нет я конечно в интернете читаю ну допустим я понял что open vpn уже в россии за забанили запретили он уже не работает протон vpn я тоже понял что он не работает какие-нибудь там веб-шарки венскрайбы кто еще там был очень-очень многие vpn и популярные именно за счет того что они популярны роскомнадзор вычисляет и определенным образом их прописывать на своих устройствах так что они не работают поэтому здесь пишите мне в комментариях это очень важно пишите мне в комментариях какие vpn и особенно бесплатные надежно у вас работают для youtube а я буду их подсказывать своим подписчикам чтобы они пользовались ими же но может быть я найду какой-то самостоятельный vpn который вам порекомендую пока я платные vpn особенно платными пены рекомендовать не могу потому что одно дело бесплатный вебиван вы его поставили а он плохо работает он же бесплатный никто вам особо гарантии не давал а другое дело платными vpn поставили заплатили а он плохо работает тут я буду свою не ответственность чувствовать за то что я вам порекомендовал а он не заработал хорошо поэтому пока ничего рекомендовать бесплатного не могу ну чтобы потом не отвечать что я в говно какой-то подсунул так чё там еще значит в описании есть разные приложения клиенты бипеновские посмотрите возможно какой-то из них ну как попал методом перебор как бы я поступил я бы поставил несколько клиентов и пьяновских и с ними развлекался допустим запустил один заработала хорошо работает работа но не жаль них тоже люди их тоже может не работать с один запустили работает работает бах перестала работать другой запустили почему нужно ставить еще несколько vpn потому что может быть такая ситуация что роскомнадзор говорит google play или apple 100 уговорит тех и других удалять какие-то приложения своего магазина поэтому вы просто не сможете зайти и скачать это приложение если допустим какой-то там ну open vpn перестал у вас работать вы хотите новый клиент скачать а его нет магазине кстати сделайте следующую вещь возможно вам это поможет против вот этих удалений из магазинов поменяйте свой регион в настройках вашего google аккаунта то есть если у вас сейчас стоит россия или беларусь выберите что-то более дружественное типа казахстана особенно если у вас карточка есть казахского или киргизского банка поставьте себе казахстан или киргизстан или армению о круто то есть у вас карточка оттуда и у вас и может быть телефонный номер есть оттуда ну что поделать жить в россии пользоваться современным технологиям становится все дороже нужно создавать себе некую фейковую личность карточку киргизскую номер киргизский допустим регион стоит на вашем телефоне чтобы в киргизстане в городе уж вот и все и спокойно пользуйтесь сколько я понимаю для киргизии нет никаких ограничений ну я был в казахстане по моему там кстати есть ограничение по-моему казахстане доступ к ютубу ограничен или когда помогите его ограничено ли к инстаграму чем-то я честно говоря давно был не помню лет десять назад но к чему-то там есть ограничения поэтому лучше ставьте еще более нейтральную страну типа киргизии но опять же это тоже полумера сейчас киргизия дружелюбно завтра что-то там порешали передоговорились и она перестала быть дружелюбно то есть общее решение просто не жить в россии или дружественно нейтральных ней странах но если вы там живете то придется изворачиваться что поделать вспоминаем советский союз прослушивание радиопередачи через треск помех на радиоприемники грындик или океан зависимости от вашего кошелька ну всякая вот эта фарцовка кстати она уже вернулась фарцовка чеки торксина уголовная статья за оборот иностранной валюты все возвращается ну что касается випена у вас должно быть несколько браузеров со встроенным випеном у вас должно быть несколько випен приложений и что-то заработает среди этого все подписывайтесь ставьте мне лайки пишите обязательно пишите в комментарии что у вас работает и что не работает в россии я буду это делиться среди подписчиков да если вы боитесь друг делиться этой информацией публичных комментариях вы можете мне написать в телеграме сигнале можете по электронной почте мне написать я вам гарантирую что эта информация никому не будет сообщена я просто напишу что вот есть там проверенная рекомендация такая-то 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 и все и ваши данные никуда не попадут это я вам гарантирую все с вас подписка и комментарии это я вам показываю